Здравствуйте! Вот великая вещь математический анализ. По-другому, кстати, от наука называется анализ бесконечно малых величин. Благодаря математическому анализу мы живем в том мире, в котором мы живем. Когда великий Ньютон, ну не только великий Ньютон, но и великий Лейбниц, и великий Роберт Гук создали математический анализ в начале 18 века, вот с этого момента и началось такое быстрое, стремительное, лавинообразное развитие естественных наук, которое тут же попадало, его плоды к нам в технику, паровые машины, всякие чудеса, электричество, радиосвязь, компьютеры, все это благодаря математическому анализу появилось. Математический анализ — это такой вот интересный раздел науки, с ним сейчас люди знакомятся в старших классах школы, кстати говоря. И подразумевает он следующее. Бесконечное разбиение, вот элементарных отрезков изменения величины какой-нибудь х, пространства, времени, бесконечное разбиение. Вот такие вот фокусы, связанные с производными, с интегралами, с дифференциальными уравнениями, они нам и позволили того уровня достичь, которого мы достигли, мы человечество. Но есть и маленькая деталька. Как всегда, с этого начинается учебник общей физики институтский, а там же институтский учебник общей физики использует высшую математику, анализ бесконечно малых, и там вынуждены сказать, вы знаете, у нас есть такое понятие физически бесконечно малого объема. Что дело в том, что вот если вы без конца будете что-нибудь уменьшать, размер, скажем, да, вот вы изучаете, например, движение жидкости или движение газа, ну, как некая однородная среда, правда? Но на самом деле, она же стоит из атомов, а в атоме еще там атомное ядро и вот эта электронная оболочка, ну, собственно говоря, это, так сказать, физика пустого места получается, на самом деле, если мы будем бесконечно малые вот эти объемчики брать. И там написана такая фраза в учебнике общей физики. Мы тут везде используем понятие физически бесконечно малого объема. Такой бесконечно малый объем, с одной стороны, но, с другой стороны, он достаточно большой, чтобы считать вот ту среду, да, которую мы вот на этот объемчике разделили, бесконечно малый, все-таки однородный. В ней, в этом физически бесконечно малом объеме много-много атомов, например. Ну, вот, например, физически бесконечно малый объем для какого-нибудь там твердого тела или газа, он должен быть гораздо больше по размеру, чем расстояние между атомами. Ну, типа, значит, нанометра, да, 10 в минус 9 метра или 1 тысячная микрона. То есть по объему 1 миллиардная доля кубического микрона. А вот когда речь идет о проблемах, связанных со Вселенной, на Вселенной, вы знаете, она ведь расширяется. Так вот, специалисты по теории гравитации, такой есть раздел физики, теория гравитации, который занимается Вселенной в целом, космологией, да, они говорят, это Хаббловский поток, пространство расширяется, а в нем есть мелкие неоднородности. Как вот у нас вот в потоке газа есть мелкие неоднородности атома, да, так и здесь мелкие неоднородности. Галактики всякие там, скопления галактик. Но в целом, если мы возьмем такой физически бесконечно малый объем, то там будет все однородно примерно. И вот этот физически бесконечно малый объем в космологии, он, знаете, какой? Значит, расстояние там вот это вот, на котором вроде как уже все однородное стало, да, вот, это расстояние, на котором галактика кажется совсем карликовым, мелким объектом. Это, значит, 10 миллионов, простите, 50 миллионов световых лет. Представляете, вот такой кубик со стороной в 50 миллионов световых лет. Я даже не могу посчитать, сколько это, каких единиц кубических световых лет. Представляете, 50 миллионов на 50 миллионов и на 50 миллионов световых лет. Это 10, ой, Господи Боже, 125 умножить на 10 раз в 21 степени кубических световых лет. Вот такой вот физически бесконечно малый объем, да. И вот для этого физически бесконечно малого объема, о котором рассуждают наши космологи, специалисты по гравитациям, это вообще ничтожная пылинка, вообще не пойми что, да. Нами вообще можно пренебречь. Вот такие вот дела. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»